Диагноз сына Не разговаривал В пять лет мы еще вообще не говорили ничего Очень много приходилось перебарывать себя Потому что принять, что у тебя ребенок не такой, как все, это очень трудно Первое было, что когда сказали, что нужен садик для олигофренов Представляете, вот в открытую вам говорят Естественно, у меня была истерика Это заболевание, оно прогрессирует Статистика один ребенок на 88 Эта цифра по этим заболеваниям, она перекрывает все Онкологию перекрывает, ДЦП, даунов Заболевание мультифакториальное То есть есть определенный ген Есть определенная предрасположенность Чтобы аутизм проявился Нужны еще какие-то факторы извне Это может быть болезнь Часто вот многие родители, ну как-то официальная медицина от этого открещивается Что прививки могут как-то влиять у ребенка, у которого есть предрасположенность Для него это будет серьезным фактором 2 апреля особая дата в международном календаре Этот день посвящен аутистам и распространению информации об этом заболевании С точки зрения медицины это нарушение психического развития Проявляется аутизм, как правило, в первые три года жизни ребенка Но при этом сложно диагностируется, говорят специалисты Диапазон очень большой От легких случаев, да, когда ребенок вроде бы кажется абсолютно контактный До тяжелых, когда ребенок даже не может выйти на улицу У него настолько сенсорные проблемы, что звук приезжающих машин, разговаривающих людей Ему доставляет нестерпимую головную боль Нарушается именно та сфера психики, которая отвечает за взаимодействие с другими людьми Если в два года нет речи, уже нужно бить тревогу А если уже яркая картина, я думаю, специалисты не пропустят, если, например, ребенок не смотрит в глаза постоянно Если он вообще не может сидеть на месте, постоянно раскачивается, например Постоянно бегает по кругу Это уже такая яркая картина Меньше года назад усилиями родителей была создана первая в Уфе организация, которая помогает семьям, столкнувшимся с диагнозом аутизм Мы существуем для того, чтобы создать маршрут помощи, можно сказать, от рождения до вхождения во взрослую жизнь, до получения профессии Потому что очень многие могут получить профессию Но для этого нужны, опять же, условия особые Здесь нужно задействовать все ведомства и министерства Начиная от здравоохранения, заканчивая образование Защищать интересы семей во всех сферах Идет дошкольное образование В садики не берут, хотя по закону мы имеем право обратиться в любой садик по месту жительства В школах тоже это в основном надомное обучение Очень важно получать медицинскую помощь, знать свои права, что они могут выезжать и в санаторий и так далее Пока у организации «Рассвет» нет даже своего помещения Но в группе в социальной сети насчитывается уже более 400 участников Для начала мы хотим открыть лекотеку Такая детская комната, цель которой через игру научить детей, научить их родителей развивать ребенка Это помощь в социализации, подготовка к садику, к школе Хочется сказать родителям, чтобы они не сидели ни в коем случае дома Некоторые скрывают таких детей Отдают их в платные школы, в обычные Чтобы только, не дай бог, там на работе не узнали, что у них такой ребенок А ребенку нужна коррекционная школа Он все равно не освоит эту программу обычной школы Нужно то, что нужно для жизни А люди пытаются скрыть, и этим самым они наносят только вред своим детям И себе, кстати, тоже Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова